В одном монастыре Малой Азии с детских лет воспитывалась одна сиротка, феоктииста. Девочке полюбилось удаленное от мира и греха тихое иноческое житие. Полюбились ей и посты суровые, и послушания монастырские, и неустанные молитвы. Но вот однажды, когда было феоктисте 18 лет, отправилась она с благословения Игумении в соседнее селение на праздник Воскресения Христова, где хотела повидаться со своей сестрой родной. Ночью население напали арабы и захватили всех, кто был в деревне, в плен. Привезли пленников, в том числе и феоктисту, на остров Парос, чтобы получше рассмотреть рабов, да цену назначить за живой товар. Но Господь помог юной пленнице сбежать от арабов, и с тех пор целых 35 лет прожила она там одна-одинешенька. Жилищем ей служил древний храм во имя Пресвятой Богородицы, пищей, семена подсолнечника, и все время проводила святая в молитве. Однажды на тот остров высадилась группа охотников. Один из них забрел вглубь и наткнулся на подвижницу. Это была седая женщина с изможденным лицом. Слабым голосом она рассказала ему о своей полной благодеянии Божьих жизни. А потом попросила, если вдруг случится доброму человеку побывать на острове вновь, пусть привезет он ей частицу преждеосвященных даров. Ибо за все время пустоножительства она ни разу не сподобилась причаститься тайн Христовых. Через год охотник выполнил просьбу блаженной. Приняв сосуд с благоговением и страхом Божиим, причастилась святая феоктиста тела и крови Христовой. И с упокоенной душою приставилась ко Христу Господу и Спасителю нашему, хранящему рабов своих, дивному во святых. Праведная кончина подвижницы последовала в 881 году. 22 ноября. День памяти преподобной феоктисты Пароской. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ